Всем добрый вечер, с вами Никита Петров, и сейчас я покажу вам решение второго стратегического упражнения, которое было выложено в группу примерно 5 дней назад. Данная позиция возникла после 23-го хода белых в партии легенды румынских шахмат Флорина Георгию и не менее известного шведского гроссмейстера Ульфа Андерсона. Георги играл белыми, и как мы можем видеть, у белых есть некоторый кривес в активности фигур, в частности черный конь на 5, пока не внушает особого доверия, ну и во многих позициях черных может подвести слабость пешки D. Тем не менее, Андерсон делает ход стон С5, и теперь уже перед белыми становятся не самые простые задачи. Обратите внимание, что черные готовы сыграть D6 следующим ходом. Ну и например, на какой-то абстрактный ход белых в ходе король G2, действительно следует D6, теперь после комбит C6, Bc, ладья C7, у черных совершенно нормальная позиция, наверное, правильнее будет сказать, что у черных просто перерез, потому что пешка на C6 потеряется. Если же белый конь уходит назад, например, на F3, то непонятно, за счет чего у белых здесь должно быть лучше. Неудачно расположенная ладьяна B7 уже в следующем ходу может перейти на нормальную прятку C7 или D7. Конь на 5 действительно пока не красавец, но за счет того, что позиция закрытая, белые пока не могут этим воспользоваться. К тому же обратите внимание, что конь на 5 контролирует два важных поля, на которые мог встать его белый оппонент. То есть тебе конь C4 и конь B3 не сыграешь. Таким образом, эту позицию можно смело оценить как равную. А это означает, что вес на хода король G2 белым надо изыскать здесь возможность сразу оказать давление на позиции черных. И такая возможность находится, более того, она всего лишь одна. Сильнейший ход за белых это конь C6, и именно так Георгиус сыграл в партии. Ну и теперь у черных перед черными становится выбор, но не самый обширный. Понятное дело, что ферзь висит, брат пешка на C6 нельзя из-за партии ферзя за счет связки. Соответственно, у черных остается не так уж много ходов. И два основных это конь бьет C6 и ферзя 8. Ну, обратите внимание, что если черные вводят ферзя не на А8, а на какую-то другую клетку, например, F8, то после коня 5, БА, А4 эту позицию можно смело оценить как стратегически выигранную у белых, потому что у них более активные фигуры, и что даже еще более важно, защищенная проходная на Б5. И я не вижу, каким образом здесь черные могут оказывать сопротивление. Поэтому черным надо либо отойти на А8, с тем, чтобы взять на А5 фигуры, именно ферзем, и именно так, то есть ферзя 8 сыграл Андерсон в партии. Ну и вторая возможность это конь бьет C6, которая, как мне кажется, оставляла черным больше шансов на успешную оборону. Белые должны брать ладья А7. Ну и вот здесь перед белыми, у белых есть две возможности, и в принципе обе заманчивые. Первая из них это ладья D1, в случае белые готовы взять на D7 пешкой, и создавая мощнейшую проходную, черные должны играть D6, и после слон бьет D6, ферзь бьет D6, ферзь бьет D6, слон бьет D6, ладья бьет D6, не забрать на А3 за C7 и ладья D8. То есть надо играть король F8, и здесь после шаха ладья B8, получается, прошу прощения, вот такой вот ладейный анчпель, которым белые сохраняют определенные шансы на победу, но и возможности черных здесь далеко не исчерпаны. Более того, как мне кажется, объективно эта позиция ближе к ничьей. Хотя, безусловно, черным еще придется попотеть, чтобы достичь этого результата. Ну и вторая возможность на ладья А7 это сыграть C7, сразу создавая мощную проходную на седьмой горизонтали, черные должны отвечать, то есть прошу прощения, на самом деле не должны отвечать ферзь C8, потому что в этой позиции, как после слона D6, так и после компьютерного хода ферзь D2, у белых довольно большой перерез, и не видно, как черным избавиться от этого зажима. Поэтому больше шансов здесь на успешную оборону оставляет ладья C7. И после слона Bc7, ферзь Bc7, мы видим, что у белых лишнее качество за пешку, рисков позиции безусловно нет никакого, но выиграть будет непросто. Все-таки слон на C5 достаточно силен, и непонятно, собственно говоря, где белым пробивать эту позицию. То есть когда черные пойдут в D6, получится, что ферзь его фланг будет полностью заперт, но на королеском добиться прогресса не так легко, не ослабляя собственного короля. Поэтому можно сделать вывод, что ход комбия C6 здесь оставлял черным больше шансов на успешную оборону. Но с другой стороны, шведского шахматиста понять можно. Я не удивлюсь, если он недооценил ответ белых после ферза 8. Как раз-таки вот именно этим ходом выясняется вся основная идея вот этого вот предыдущего хода конь C6, ну и вообще основная причина, по которой я предложил эту позицию, как упражнение нахождения наилучшего плана. Здесь белый ряд конь B4, и теперь все становится понятно. Следующим ходом конь идет на A6, оказывая, во-первых, давление на пункт C5, то есть продавливая вертикаль C, ну и также еще дальше ограничивая черный ладью на B7. Ну, понятное дело, что устранить этого ранят черные не могут, потому что после сломбы 4AB конь на A5 теряется. Возможно, лучшим шансом в этой позиции за черный был активный ход D5, но здесь после ED ладья D7, перед белыми стоит достаточно приятный выбор, можно сыграть D6 с заметным перересом, но еще сильнее пойти ферзь F3, с такой довольно симпатичной геометрической идеей, на ED ответить сломбьет F6. Теперь брат на A6 не тяги за ферзью 4 шар с выигрышем качества, но в противном случае у белых остается личная пешка при более активном расположении фигур. По этой причине Андерсон посчитал, что ход D5 здесь не слишком силен, ответил ферзью F8, пытаясь создать второе нападение на коня B4 и попросить его определиться. Понятное дело, что белый играет конь A6, черные должны брать на A3, в противном случае их позиция совсем незавидная, здесь страдать так хоть за пешку. Ну и вот следующим ходом, к сожалению, Георгию смазал, он сыграл Lc7, после чего белый сохраняет перевес, но черные могли обороняться. Выигрывает же ход Lc3, просто нападая на слона A3. Ну и теперь на слон E7 и следует Fc2, создавая такую батарею с розой Lc8. На слон D8 просто Lc8, и видно, что здесь у черных практически нет ходов, Лgb7 может ходить только по полям A7 и B7, черный конь E5 вообще ходов не имеет, слон на D8 связан, но Аферс на F8 прикован хост к собственному слону. То есть понятно, что шансов на успешную оборону здесь нет никаких. Таким образом, слон E7 отпадает, на Лc3, видимо, нужно играть слон B4, но в этой позиции после конь B4, Fb4, Lc8, C7, E5, G6. Здесь белый развивает очень сильную атаку, практически на самом деле любыми ходами, но самая сильная, самая четкая слон D2. Видим, что белый слон намного сильнее черного коня, но и также создана сильная гоза Ff3, Ff6, или Ff3, Fb7 мат. То есть эта позиция за черным была совершенно безнадежная. К сожалению, последовала Лc7, этим Флорин немного смазал впечатление от такого вот позиционного шедевра, но все равно после Лc7, слон Bc7, здесь Андерсон не захотел защищаться вот в этой позиции, достаточно беспросветной позиции. Сыграл Ff7, но это оказалось еще слабее. Белые отобрали пешку на B6, ну и после слон C5 последовал завершающий тактический штрих, конь Bc5, на Fbc5 опять следует Fd7, слегка выигранной позиции. На конь C5, в голове находится такой вот удар слон D6, нельзя уводить ферзи, потому что теряется конь, но на конь D3 следует слон E7, пешка белая просто паровозом проходит в ферзи. В этой позиции Андерсон сдался, еще могло последовать конь E5, B6, конь C6, на белый просто играет B7, следующим ходом слон D6, B8 ферзь, ну и понятное дело, что с лишней фигурой выигрыш в этой позиции элементарен. Надеюсь, что вам понравился данный пример. На мой взгляд, эта позиция служит очень хорошим образцом такого мышления, что не всегда фигура, которая стоит внешне красиво, действительно выполняет свои функции. Ну и часто бывает, что та фигура, которая согласно азбучным прописным истинам шахмат, она стоит нехорошо, на самом деле по конкретным причинам оказывается расположенной прекрасно. Вот и здесь конь на E5. Вроде бы стоит в центре доски и контролирует много полей, но реальной пользы от него немного. И буквально за несколько ходов конь переходит с центральной клетки на край доски, и позиция черной сразу разваливается. Ну а следующее стратегическое упражнение выйдет совсем скоро. Всем спасибо за внимание. С вами был Никита Петров.